Радио Болтком Господин Сидорко Не могли бы вы разъяснить Проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать Что Очень сложные вопросы Это вопрос наверное не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Кому вы хотите предъявлять претензии В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Как всегда с вами Ее ведущие эксперты Сергей Сидорко Председатель кооператива БАКа-2 И председатель правления центра консультации Собственников квартиры Эвер Гонтарев Бывший руководитель Лига Снаму Парвалдникс Эрвин Страупе Заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии Телефоны в нашей студии 6212-939-6713-939 Я вижу что как только начинается заставка Уже начинаются звонки Пожалуйста доброе утро Вы в эфире Доброе утро Не знаю кому вопрос Гонтарев там тоже сегодня присутствует Да Значит У нас возле дома Стоит только один контейнер Для вывоза мусора Мы бы хотели бы Чтоб у нас был бы еще один Для стекла Для пластмассы с бумагой И для пищевых отходов Как там вообще без РМП Это правильно сделать Спасибо Добрый день Как упоминал уже радиоведущий тогда программы Что я бывший Председатель управления Но Назовите просто адрес Или напишите в WhatsApp Попытаемся помочь Ну просто обрешающий Своё дом управления И сделав их заявку О том что Вы хотите На это То есть такой простой путь Нужно просто обратиться В своё дом управления Написать заявку Это будет ли какие-то Дополнительные расходы Оплачиваться А у нас вот Сразу звонок Морос 5 Это будет адрес у нас Пожалуйста Если можно это сделать Морос 5 Морос 5 Да Спасибо Спасибо Будет ли это стоить Каких-то денег Или это делается За счёт города Или не знаю Дом управления Смотрит Физически Возможно ли это Где-то разместить Контейнера Конечно Если нужно делать Какую-то доплощадку Это допрасходу И тогда это будет Где-то Денег дома Это конечно Вообще По расходам Надо рассчитывать так Что Дополнительная установка Контейнеров Не стоит ничего Это просто заявка Это общий порядок И ни одна Компания Которая вывозит мусор Не отказывает А За пищевые отходы Надо будет платить Дополнительно Но В целом Это может сократить Даже расходы Собственников Квартир Данного дома Потому что Сортировка мусора Сокращает Общий объём Платного мусора Надо помнить Что Стекло И картон Вывозятся бесплатно Спасибо Ещё сразу Звонок Здравствуйте Здравствуйте Это Это Со мной Говорите Да У меня вопрос Я живу В кооперативе У нас очень много Съёмного жилья 924-е правила Кабинета Министров Предусматривают Чуть-то не пять Способов Это по площади Это Пропорциональное количество Квартир Пропорциональное количество Зарегистрированных Пропорциональное количество Живущих Условий Что Сами Собственники Определяют Кто и Сколько Живёт И Это Как минимум Тр4 Направят С полного Способа Но это Должно быть Принято Порядок Решением Собственников Квартир Вашего дома Скорее Всего У вас Квартира Под найм И Договор Найма Незарегистрирован В виде Потому что В договоре Найма Обычно Говорится Сколько Человек Жив Вы Интересуетесь Договором Найма Хорошо Человек Уже Повесил Трубку Но Дозванивается Следующий Слушатель Здравствуйте Здравствуйте У меня Такой Вопрос Значит В 2020 Году Не были Сделаны Работы Пока Примонтов Впрочем Были сорваны Работы Сейчас Прошло Три месяца Уже Никаких Телодвижений И вопрос Когда Будут Возобновлены Работы Пока Примонтов Жилого Фонда Всех Домов Всех Человек Бросил Трубку Понимать Что Уже Давно Не Общий Котел Ни В частном Порядке Ни В Риге Сному Парвал На Каждый Дом И Свой План Работы И В том Числе Капитальных Ремонтов Это РНП Должна Была К Ноябрю Прошлого Года Выставить Вам Они Собираются Делать В этом Году И этому списку Нужно За этим списком Нужно Следить И спрашивать У Дома управления Ответ Которые Которые Можно Ремонтировать Зимой Сразу Еще Один Звонок Примем Здравствуйте Здравствуйте Вот Я Был Старшим По дому И Намочился С Рига Сному Парвал Поэтому Я Всех Призываю Уходить От этой Организации Вы ничего Там Не добьетесь Только Нервы Испортите Сейчас Я В Бедребе В другом Доме Валдис Лосик И мы Все Ремонты Делаем Сами Никого Не Спрашиваем Что хотим То делаем Вот Мы взяли Фирму Обслуживающую Так Для галочки Будем решать Вопрос Через год Может Сами Сами Безуправляющий Но сможем Ли Там Куча Вопросов Какой-то Сертифицированный Должен Высокой Квалификации Член В нашей Валде Потом Платите Зарплату Бухгалтеру Дворнику Вот Этому Уборщице Сможем Ли Мы справиться Экономически Если Будет Это Затратно Люди Не согласятся Существуют Ли Такие Бедреби Которые Сами Управляют И успешно Спасибо Спасибо Здесь наверное Может быть Я отвечу Потому что По-моему Здесь как бы Две крайности Где-то наверное Перед Если мы сравниваем Предыдущие Звонители Радиослушатели Теперечные То есть Предыдущий Спрашивает В 10-м году Начался капитальный ремонт Где 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 А другие Уже взяли Борозные управления В свои руки И Сейчас Им Необходимо Какая-то Док Помощь Или Уверенность В том Что Все Можно Сделать Какие-то Две Две крайности Одни Сам По себе Полностью Другие Что-то ждут От кого-то Это правда Где-то посередине Можно Со всем Справиться Если вы Не уверены Вот как Бедриба Которая Создается И готова Взять Борозные управления Свои руки Тогда так и делайте Сначала Вот мой совет Личный Сначала Это Бедриба Которая С тем же Самым Дом управления Может Перезаключить договор Перенимать Например Накопительный Фонд Постепенно Шаг за шагом И Скажем так Начисление По накопительному Фонду И его Трату И Конечно Контроль Кому И что Вы делаете Когда За сколько И так далее И потом Уже Смотрите Кто РНП Или Перезаключить договор С индивидуально Практизующим Управляющим Или же С компаниями Которые Также С удовольствием Будут Предлагать Вслуг Потому что Если Для частного Дом управления Это Очень хорошо Если есть Какой-то Дом Направляющая Сила Которая Может Консолидировать Людей На определенные Вещи На голосование И также Которые Можно Передавать Информацию Так что Обязательно Создавайте Вот И тот Дом Который В десятом Году Начал Кап Ремонт Ему Тоже Нужно Тогда Наверное Собраться С жителями И Собраться С мыслями И желаниями Что вы хотите В своем доме Что нужно Делать В вашем доме И тогда Уже Планово Подходить К вопросу И решать Создавать Планы И своими Решениями Когда Я встал Во главе РНП Мы создали Спецподразделение Которое Именно Реновировало Дома В мое Время За два Года Было 145 Голосований Про Полное Восстановление Домов Надеюсь Что Теперешнее Руководство Поддерживает Все это И эти Дома Которые Все 145 Проголосовали Они Будут Восстановлены И Также Получат Евросоюзное Финансирование А Можно ли То есть Бедриба Полностью Перенимает Ну вот Все функции И сама Решает Я Ответил На этот Вопрос Если Разводит Да Во-первых Вам надо Решить Что такое Для чего Вам нужно Если Есть Что такое Управление Управление Состоит из Двух Фаз Первое Это Принять Решение И то Что Говорит Радиослушатель Это Уже Фаза Обслуживания То есть Когда Вы Сами Первое То Что Они Принимают Решение Что Делать Как Делать С Кем Заключать Долго Врачом Это И есть Управление Для этого Затрат Не надо Для этого Достаточно Общественного 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 Обслуживания Есть Второе Это Организация Санового Обслуживания То есть В данном Случа Я бы Сказал Так Что Надо В этом Случа Взвешивать Очень Хорошо Затраты Потому Что Есть Компании Которые Специализируются На Бухучет Или Предоставляют Услуги Бухучета Услуги Биллинга И так Далее Это Стоит Обычного Компании Достаточно Дешево Стоит Особые Деньги Сами Да Значит Вы будете Держать Бухгалтера Вы будете Держать Управляющего На зарплате Вы будете Держать Еще Кого-то И В отношении Одного Дома Это Может Оказаться Достаточно Дорогим Главное Преимущество На мой Дальше Дает Бедлиба Первое Это Возможность Принятия Решений Второе Это Возможность Аккумулирования Конторы Финансовых Вот Два Таких Очень важных Моментов Которые Позволяют Деньги На себя Решения На себя А Саму Физическую Работу По обслуживанию Выгодить Для всего Покупательства Дешевле 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Это Телефоны Прямого Эфира Пишите Нам Также На Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 И Вот Пока У нас Есть Какая-то Минутка А нет Кто-то уже сразу Дозванивается Здравствуйте Здравствуйте Очень хорошо Что я до вас Дозвонилась У меня вот Такое дело Значит Недели Три обратно У нас По общему Стояку Начала Значит Течь вода Оказалось Что это В нашей Квартире В трубе Образовалась Дырочка Как будто бы Прям иголка Ее Люди Приходили С четвертого Этажа Смотрели У нас Нигде Ничего Не протекает Нигде Ничего Не мокро Потом Приехал Наверное Рига Суденс Не знаю Откуда Этот представитель Перекрыл воду Значит Сказал Все Значит Ищите Сантехника И меняете Эту трубу Я говорю Пак сантехника А в Рига Суденс Нету Что ли Кто-то Нас должен Обслуживать Он сказал Что у нас Сейчас Монополия И я искала Своими Как говорится Через свои связи Нашла Сантехника Который приехал Мне поменял трубу Я заплатила Большие деньги За это Одна Кто виноват И сказали Что у нас Сейчас Монополия Что нет Вот таких Даже служб Которые Обслуживают Вот так Кто вас Обслуживает Какое Домоуправление Алло Кто вас Обслуживает Какое Домоуправление Мы В Зоритуде Живем Мы живем В Зоритуде Можем Домоуправление Есть РНП Коператив Еще кто Я сейчас Не могу Я не Я не подготовила Эти бумаги Чтобы Это самое Вопрос Кто вам Выставляет Какое Название Предприятия Кто Обслуживал Да Откуда Я знаю Кто Он пришел В робе В сапогах Перекрыл Воду Кьюшу Когда Мне сделали Я Я лично Заплатила Человеку Который Приехал И мне Сделало Это Вы же Получаете Подождите Вы получаете Счета Каждый месяц За обслуживание Дома Кто Вот Какая Компания Вам Выставляет Эти счета Сейчас Я буду Искать Где Там У меня Бумаги Ну Просто Без этого Понимаете Речь идет О конкретной Обслуживающей Компании Ну Я понимаю Но Вот Я Ставлюкнулась Такими Что Это Самое Еще Меня Нагрубили Это Самое Я Тут Виновата Во всем Посмотрите Пожалуйста Счет Последний И От Кого От Какой Организации Он У вас Да Безотносительно Счета Можно Сказать Что На самом деле Если Это Стояк Это Зона Ответственности Тому Управления В любом Случа При Одном Услове Если Этот Стояк Не Зашить Красивыми Панелями Так Что К нему Подобраться И осмотреть Его Невозможно Часто Бывает Так Что Стоит Кухонная Или Какая-то Ванная Мебель Стоят Красивые Кафельные Плиты И Ты Вообще Посмотреть На Другой Не Можешь Есть Стояк Александра Чака Ела 42 Вот Отсюда Мне приходят Считать Все ясно Все ясно Это РМП Наверное Тогда я смогу Ответить Странная Ситуация Потому что У РМП Есть своя Аварийная Служба И Должны Быть Свои У меня Тут Два Или Три Дня Была Вода Перекрыта По всему Стояку Потом Нашла Человека Сделал Мне Приехал Заплатила Еще Позвонила Тому Кто Перекрывал Воду Он Приехал Открыл Там Немножко Стало Протекать Ребята Эти Которые Делали Приехали Мне Все До Конца Доделали А он Еще Пять Минут Только Включил И Уехал Я ему Звоню У нас Говорю Опять Протекает Так он Я что Должна Опять Ехать Он На меня Тут Нарал Это Я Столкнулась Таким Хамством И Кому Деньги Плотим Я Еще Должна Была Искать Свои Сама Сантехников Это Вообще Какой Спорт Наверное Здесь Очень Много Эмоциональной Части Всего Остального Тут Наверное Обратно Не повернуть То что Кто-то Нагрубил И Нахамил С практичной Точкой Зрения Здесь Если Вы звонили В РНП На аварийные Службы Там Все эти Звонки Должны Фиксироваться Сантехник Который Перекрывал Воду Тоже Должен Был Фиксироваться И Дальше Вопрос Каким Образом Вы Вызывали Мастера И Что У вас Есть Остались Ли У вас Какие-то Документы Я надеюсь Что у вас Есть Документы О проведении Этих Работ И Стоимость Потому что С точки Зрения Гражданского Закона Это Если Это Был Стояк Это Так Называемая Классификация Необходимых Услуг Которые Должно Покрываться С Общего Накопительного Фонда Сколько Все Стояки Это Совместная Собственность Ну И Тогда Нужно Обратить Сейчас Дом Управлению Разложить Ситуацию Без Эмоций И Понимаешь Так Много Коротко И Без Эмоций И Сказать Что Вот У вас Доказательство О том Что Это Деньги Вложенные В Общий Стояк С ваших Личных Средств И Вы Просите Вернуть Обратно Эти Средства Ну Это То Что Я могу Вам Посоветовать Что Как И Происходило В РНП Уже Не Откомментирую Это Если Говорить Без Эмоций То Надо Уточнить Где Была Авария Аварийная Ситуация Есть Две Зоны Ответственности Стояк Вплоть До Крана Включая Кран Который Отключает Квартира Это Зона Ответственности Домоуправления После Крана Все Является Зоной Ответственности Жильца И Не Было Так Что Аварийная Ситуация Возникла В зоне Ответственности Жильца Поэтому Аварийная Служба И Сказали Что Пожалуйста Ищите Кто Вам Сделает Если Очень Точно Нужно Понимать Зону Ответственности И Тогда Уже Можно Судить О Ситуации Ну К сожалению Вот Человек Уже Отключился Зато Подключился Другой Слушатель Наш Здравствуйте Алло Говорите Пожалуйста Вы В эфире Человек Дозвонился Но Говорить Не Стал 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Если Есть Вот У вас Жалобы Непонятные Вопросы По которым Вы хотели Бы Получить Консультацию Вот У нас Сразу Три Эксперта На Прямой Линии Вы Можете Задавать Любые Вопросы Получить На них Ответы Ну А пока Вот У нас Есть Немного Времени Я Хотел Обратиться К той Теме Которую Мы Заявили На Прошлой Программе О том Что Вот По слухам Новая Очередь Денег Вот ЕС На Реновации Так Называем Реновационные Деньги Проект И Как Нужно Подавать Заявки Для того Чтобы Реновировать Дома Как Составлять Эти проекты Может быть Несколько Слов Вот На Эту Тему Ну Может Я Начну Я Сразу Хотел Скорее Всего В городе Витге Будет Две Линии На Финансирование Со Следующего Года Возможное Финансирование Со Стороны Самоуправления И Второе Это Скорее Всего Будут Деньги Европейского Союза Самое Главное К чему Нужно Готовиться Все Таки Вам Начинается Все С двух Базовых Документов Акт Технического Обследования Который Составляет Инженер Цертифицированный И это Акт Энерго Аудитора Который Определяет Все Проблемные Места И Дает Рекомендации По Мероприятиям Энерго Эти Две Вещи В любом Случае Вам Нужно Иметь Хотя Они Сейчас По Нормативам Не Самые Обязательные Но Без Этого Начинать Что-либо Даже Думать Нет Смысл Потому Что Вы Не Можете Ни Спрогнозировать Ни Финансовые Последствия Своих Действий Ни Правильно Выстроить Очередность Работ Если Вы Хотите Делать Более Того Любой Кто Дает Деньги Я имею Ввиду Организация Которая Дает Какую-то Помощь Они Как раз Такие Требуют Наличие Эти К Этого Нужно Быть Готов Ну И Второй Этап Это Все-таки Если Вы Составляете Какую-то Программу По Энерго Эффективности То Уже Нужно Готовить Проект Неслед Это Нужно Делать Выбреждающим Да Я Понимаю Что Есть Определенные Риски С тем Что Новое Положение Потребует Либо Дополнить Или Немного Доработать Документацию Но Это Минимальные Риски А В принципе Как показывает Практика Предущих Лет Деньги От Европы Получали Те У кого Благовременно Было Подготовлено Решение И Документация И дом Был На Строен На Деньги У нас Между тем Кто-то Пытается Дозвониться Здравствуйте Пожалуйста Будьте Так Любезны Подскажите Максимальный Срок Замены Счетчика На Воду С момента Окончания Спасибо Правильно Кабинет Министров Три Месяца Но Сейчас В условиях Ковида Вообще Сейчас Прогревается До Конца Чрезвычайной Ситуации Но Зачем Затягивать Ну Сейчас Доведут Новые Правила Кабинета Министров И Там Можем Предусматривать Сырок Замены Счетчика И Являются Последним Днем Верификации Не Надо Затягивать И Откаривать Еще Сразу Один Звонок Здравствуйте Здравствуйте Скажите Пожалуйста Есть Такой Дом На Улице Госпитал И Угол С С Там На Верхних Этажах Есть Открытые Веранды Которые Являются Крышей Для Нижестоящей Квартиры С этой Веранды Есть Водосток Который Проходит Через Фасадную Стену Эта Труба Похудилась И Теперь Вода Течет По Фасадной Стене И Управляющий Требует Ремонта Этой Трубы Ремонта Фасада Справ Справ Льон И На Основании Каких Законов Это Можно Отказать Ну Во-первых Если Вы Откажете От Ремонта Трубы Фасад То У вас Просто Разрушится Фасад Именно Фасад Должен Ремонтировать Жилет Этой Квартиры Нет Немножко По-другому Я Вам Отвечу Так Что В принципе То Что Вы Сказали У Вас Ваша Терраса Является Одновременной Крышей Для тех Кто Ниже Поэтому Покрытие Террасы Это Ваша Проблема Система Гидроизоляции Система Самой Конструкции Террасы То есть Несущие Панели Система Водоводаления Ливнистоков Это Общая Система Дома Поэтому Управляющая Компания Мы Сталкивались С такими Домами И Обслуживание И Правильно Покрытие Это Проблема Собственника Квартиры Это Его Часть А Все Остальное Силовая Гидроизоляющая Часть Это Общая Проблема Если Вы Опять-таки Не нарушали Условия Эксплуатации Сами Не Переделали Ту же Систему Водостоков И Так Да Ну В принципе Так В общем-то Мы и говорим Самоуправляющим Но Он Как бы Отказывается Что-то Настаивает На своем А Гидроизоляцию Делали За свой Значит И ремонтировали За свой счет Потому что Он тогда заставил Несколько раз Гидроизолировали Все это дело А водосток Все там нормально Значит Водосток Там явно Что Труба Которая В стенке Она явно Согнила И вода Теперь Течет По стенке По фасадной Стенке Вот в чем дело На основании Каких Может быть Где-то Кому-то Обратиться Чтобы Указали На основании Каких Ну Документов Или Вы знаете Я думаю Что Здесь вы не найдете Прямого указания Вы можете Привлечь До этого Строительного Инженера Но Спор будет Продолжаться Скорее всего Его нужно Выносить На собрание Дома Скорее всего Его надо Выносить На собрание Дома Но чисто Технически Это является Так Дальше Спор Нету Ни одного Документа Мы тоже Искали Юридический Документ Не нашли Прямого указания Это логика Из конструкции Ну хорошо Как только Вы закроете Выход на эту Террасу Она перестанет Быть террасой Ну да Нет Мы так Переписки С ним Значит И так И пишем Что о том Что это является Крышей дома И водосток Это значит Часть дома И стена Часть дома Мы не имеем Даже права Туда вылезать Несущую стену Там Что-то Своими Значит Берспециалистов Или там Заниматься Это все Должно управляющих Но Понятно То есть Особых Каких-то Документов На этой Теме нет Только Это чисто Опять же По логике Что однозначно Фасад Это часть дома Общая Да Ясно А система Легристов Которая Приходит Внутри фасада Это тоже Общая часть дома Ну ясно Да Мы так В общем-то Так Понимаем И так Отвечаем Но ясно Что надо Наставить Именно на этом Хорошо Понятно Спасибо Спасибо вам Спасибо Я могу добавить Просто Что на вопрос Именно Гидроизоляции И террас К сожалению В Латвии В свое время Они строились Не совсем Качественно И мы Разучали Специально Этот вопрос Довольно Ну Как-то Углубленно Мы понимаем Эту разницу Тонкую грани Вот где Чья ответственность В принципе Наверное Радиослушатель Может Обратиться Обратиться В центр К Сергею И Сергей Подать просто документы Показать И Сможем Тем Поможем Ну Посмотрим Просто ситуацию И еще раз Можем подтвердить Это так Или не так И если Необходимые Заключения Еще Сразу Один Звонок Пулемем Здравствуйте Здравствуйте Скажите Пожалуйста У меня Такой Вопрос Дом Литовского Проекта Стоит Место МА44 Место МАЛ 44 Стоит На хозяйской Земле Олейка И дорога Тоже Хозяйская Кварплату И налоги Платим Аккуратно Олейка И дорога В ужасном Состоянии У меня Вопрос Кто Должен Отремонтировать Олейку И дорогу И привести В порядок Спасибо Ответа Примем Если Посогласил Я бы Ответил Так Если Вы хотите Привести Это в порядок Согласуйтесь С Хозяйной Земли Если Он согласится Понести Часть затрат Скажем С счет Будущей Арентной Платы Хорошо Если нет Его ничего Не обязывает Сегодня Что-либо Делать Нет Таких Законов Которые Сказали Что Хозяин Земли Должен Восстановить Покрытие На дороге Или Привести В порядок Скорее Всего Если Даже Начнутся Разбирательства Обяжут Свои Деньги Как Пойдет Тут Еще Один вопрос Я смотрю По Ватсап Нам Пришел Кран На входе В квартиру Чья Это Зона Ответственности Спрашивает Слушатель Что Что Какой Кран Ну вот Он Не Написал Я Понимаю Что Может Быть Это Имеется Ввиду Вентиль Который Перекрывает Воду Я Так Если Это Новостройки Тогда Давайте Сумулируем Так Это Можно Спрогнозировать Если Это Новостройки То Разводка Воды И Отопление Вынесено Наружу То есть Вынесено На Помещение Общего Польза Еще раз Зона Ответственности В любом Случа Неважно Где Располагаются Трубы Стояк И То Арматура Которая Отсекает Квартиру От стояка То есть Кран Который Отключает Квартиру От стояка Это Общая Зона Это Общее Имущество Все Что После Этого Крана Это Частное Имущество Таким Уграем Спасибо Еще Звонок Здравствуйте Здравствуйте Я вот Сейчас Задавала Вопрос Как-то Мне не понравился Ответ Извините Тогда Получается Что Я бьюсь С этой Аллейкой Дорогой Десять лет Мне Так же Само Отвечали Инесса Поцука В Рижской Думе Да Что Это Мои дети Виноваты Что они Купили В этом Доме Квартиру И Получается Так Город Или Хозяин Или Люди Сами Должны Сложиться И отремонтировать Эту Аллейку Дорогу Кто Значит Единственное Я еще раз Уточню Слой ответ Если Касается Того Что Деревья Или Кусты Находятся В каком-то Опасном Состоянии То Единственное За что Отвечает Хозяин Земли Это Занасаждение Если Дерево Там Подгнившее Или Там Ветки Куда-то Что-то Заслоняет И так далее То Вы Вправить Выводит Хозяин Все Остальное Это Ваша Забота Ну Такова Законодатель Сталат Вы Не Сделайте Не Ждите Себе Удобных Ответов Но Не Должен Он Сегодня Но Любит Его Наш Законодатель У него Есть Две Обязанности Первое У Хозяина Залей Обеспечивать Зеленое Насаждение И Второе Это Собирать С вас День Третья Обязанность Его Нет Хорошо Тогда Хозяин Ничего Не Обязан Он И за Зелеными Насаждениями Не Наблюдает А Я говорю Не о Зеленых Насаждениях А об Олейке О дороге Которые Все взялы И лет 40 Не Ремонтированы Объясните Что такое Олейка Олейка Это Тропинка Которая Дорога Которая Проходит Аллея Которая Проходит Вдоль Дома И Дорога Это Двор Двор Это Двор Это Не Уличная Дорога А Двор Да Двор Находится Между Четырьмя Домами И Вот Этот Двор Он Тоже Принадлежит Как бы Этой Хозяйки Дорога И Аллея По которой Ходят Люди И Ездят Машины Не Должна Она Это Нравится Но Ответ Не Должна Хорошо Ригас Наму Парвал Некс Или Город Кто Вы Пользователи Земли Вы Пользователи Земли Ригас Наму Парвал Некс Существует Или Город Существует На вашем День Точно Так же В данном Случае Внутри Дворовой Терри Вы Приводите В порядок За свои Деньги То есть Мы Должны Сами Нанимать И Вот Для Многоэтажного Дома Проводите Ремонст Дорожки Поручить Вигас Наму Парвал Некс Собрать С нас Деньги И Организовать Выполнение Роман Но В данном Случа Вигас Наму Парвал Некс Я Сами Мы Находим Ту Организацию Строительную Которую За наши Деньги Мы Складываемся И за наши Деньги Строительная Организация Никита Снаму Парвал Некс А Другая Организация Ремонст То есть Никто Не должен Ну да Мы Все Ходим По одному И тому же Кругу Никто Не должен Еще Один Звонок Сорвался Сразу И тут Был Еще Один Вопрос Старый А Ну тут Все По поводу Крана Старый Дом Кран На водопроводной Трубе Стояка Все Человек Волнует Этот Вот Общая часть Общая часть Еще Принимаем Звонок Нет Срывается Почему-то И Был Такой Вопрос Что Входит В реновацию Ремонт Каких Структур Можно Ответить Общее Определение Реновация Это Вообще Комплекс Работ Который Направлен На Восстановление Срока Службы Отдельных Элементов Коммуникации Конструкции Восстановления Прочности Это Общее Определение А также Это Комплекс Мероприятий По повышению Эффективности Зданий И мероприятий По направленных На сокращение Затрат Связанных С пользования Более красиво Звучит Экси Икоши Мероприятий Значит Вот это Все Дальше Начинается Вопрос Как вы Будете Делать Одним Удар Все Сразу Или Вы Будете Делать По частям Можно Поменять Стрельки Воды Холодный Потом Горячий Но Важно Что Чтобы попасть В термин Реновация Это Должна Допустим Если Мы берем Холодную Воду Холодная Вода Должна Быть Сменена От входа В дом До Последнего Кна Тогда Это Будет А если Вы частями Берете И кусочек Трубы Меняете На горячей Или холодной Воде Это Ничего Это Просто Текущий Ремонт Который Ничего Не Определяет Должна Комплекс Работ Который Продлевает Срок Службы Данного Элемента Здания Либо Восстанавливает Его Прочность Сущим Способом Вот эти Два Вода Еще Звонок Может быть Успеем Доброе утро Скажите Вот Город Целкраш У нас В основном Частные Дома Частные Дома Таких Строей Ингер Вот Реноваться Этих Домов Как-то Подходит К европейским Деньгам Частные Односеления До сих пор Была Программа Которая Касалась Молоквартирного Жилого Фонда Там Не важно Кому Что Принвежит Но Это Должно Быть Квартирный Фонд Фактически Должна Быть Квартирная Собственность Другую Программу Я Наслышал Может быть У вас Самоуправление Будет Ну то есть Частный Дом Не Будут Реновироваться Добрый день Пожалуйста Сделайте Радиоприемничек Тиш Я прошу Простите Я хотела бы Знать мнение Уважаемых Консультантов О возможности Продления Работы Кровли Нашего Дома Дому 70 лет Кровля Не течет Некоторых Некоторых местах Поржавела Нам Предлагают Покрасить Ее Ваше мнение О покраске Крыш Я смотрю В центре города Такая практика Существует Я бы Очень коротко Осталось Получить Две секунды Я бы Доверился Тому Что советует Строительный Инженер Понятно Ну Спасибо Большое Надеюсь Что мы Ответили На буквально Все Ваши Вопросы Те вопросы Которые К сожалению Время нашей Программы Подошло К концу Которые Остались Неотвечены Мы Перенесем На Следующий Раз Я напомню Что с нами Были на прямой связи Айвар Гонтарев Сергей Сидорко Эрвин Страупе Спасибо Большое Им И до Следующего Понедельника На одной волне С городом Радио Болком